Привет! Меня зовут Королёв Роман. И сейчас я расскажу вам, как получить визу в США. Сам процесс получения визы в США достаточно простой, но есть несколько подводных камней, о которых вам стоит знать. Первое. Любого заявителя по сути в США рассматриваются в первую очередь как потенциального мигранта. И ваша задача доказать, что вы таковым не являетесь. Второе. Наличие у вас богато визовой историей и сейчас совсем не значит, что вы получите визу без проблем. Второе. Работать. Третье. Работать. И третье. Даже имея идеальные параметры для получения визы США, по вашему мнению, совсем не факт, что вам ее одобрят. Во время собеседования вам могут задать каверзные вопросы, на которых вас подловят и зарубят вам визу. Можете все запороть, и вам откажут по какой-либо... Причины могут быть расплывчатые, и, как правило, они обтекаемые, ничего не значат. Все это делает получение визы США одним из самых сложных и одной из самых желанных виз из всех возможных. Любая ошибка может послужить отказом, и поэтому вам стоит доверить это дело профессионалам, если вы хотите получать визу США, тем более, если вы это делаете в первый раз. Если у вас уже был отказ, тогда я подам вам прямая дорога к профессионалам, то есть к нам. Приходите, мы вам все сделаем. Наша компания помогает оформлять визы и делает это быстро и качественно. Мы сможем ответить на любые ваши вопросы и проконсультировать по любым возникающим ситуациям, подготовить к собеседованию и правильно оформить все документы. Если все же вы решили получать визу США самостоятельно, то сейчас я расскажу вам алгоритм получения этой визы. В первую очередь вам необходимо зарегистрироваться на сайте консульства США. После создания там учетной записи вы заполняете все необходимые поля. Потом вам необходимо зайти на другой сайт, а именно сайт правительства Соединенных Штатов Америки, найти там форму регистрации, чтобы заполнить анкету DS-160. Сюда же вам будет необходимо загрузить свою фотографию 5х5 цветную на белом фоне. И после этого вы можете оплачивать консульский сбор и записываться на собеседование. После оплаты визового сбора вы можете записаться на собеседование. Запись на собеседование происходит также на первом сайте, на сайте посольства Соединенных Штатов Америки. Посольство проводит собеседование по будням, как правило, с 8 утра до 12, до 2 дня. Там же вы сдаете отпечатки пальцев. Они занимают от 1,5 до 4 часов. Вам стоит рассчитывать, что собеседование будет идти в районе 3 часов. Иногда бывает быстрее, иногда бывает медленнее. Но вы должны рассчитывать примерно на это время, если вы подойдете на визу впервые. Прямо на собеседование вам скажут, одобрили вашу визу или нет. Если вам одобрили визу, вы сдаете паспорт непосредственно визовому офицеру, после чего он вклеит в него визу. И вам этот паспорт позже возвращается на тот адрес, который вы указали в анкете. Если вам отказали в визе, после своими документами, идите обратно. А дальше уже выбор за вами. Рискнуть попробовать самим, либо обратиться к профессионалам. Мы вам все сделаем. Оформление визы в США стоит доверить профессионалам. С одной стороны, это простой процесс, но есть несколько подводных камней, несколько нюансов, о которых вы не знаете, с которыми вы не сталкиваетесь. И неправильное заполнение может послужить отказом. Америка – это не только пляжи. И это Америка. И это тоже Америка. И это Америка. И все это Америка. Все это Америка. Блин, сейчас. Ну, короче, поехали. Путешествуйте с нами. Здесь будет весело. Америка – это Америка. Продолжение следует...